Такер Карлсон в Москве. Что легенда американской журналистики делает в российской столице? Ну и ночью продолжаем следить. Такер Карлсон в соответствии со своей фамилией улетел. В Россию вернуться не обещал. При этом мы понимаем, что во многом это зависит от того, как Такера встретят дома. Карлсон вылетел рейсом Москва-Белград из столичного аэропорта Шереметьево. Вот эти кадры. И перед вылетом сказал, когда опубликует свое уже ставшее и скандальным, и знаменитым интервью с Путина. Как вы могли заметить, приезд Такера Карлсона вызвал небывалый ажиотаж среди российских пропагандистов и официальных лиц. Казалось бы, еще на днях они кляли Америку во всем, в чем можно, и считали, что она должна быть уничтожена чуть ли не ядерными ракетами. По крайней мере, об этом писал Дмитрий Медведев. Ну вот, стоит американцу прилететь в Москву, и сразу же перед ним открыты все двери. Американцу с хоть каким-то влиянием. Штатных американцев уже недостаточно. Ну, знаете, Майкл Бом или педофил Скотт Риттер. Они уже не удовлетворяют запрос высокой общественности пропагандистской в России. Хотя их постоянно продолжают использовать в своих ток-шоу. А Скотта Риттера и вовсе возят в Грозный и рассказывают, что он невероятно важный гость. Впрочем, про Скотта Риттера мы поговорим с вами в отдельном видео. Этот американский педофил и то, как его пытается интегрировать российская пропаганда, представляется весьма занимательным. Но вернемся к Такеру Карлсону. Его облизывали вообще все. Любой его шаг освещался вообще каждым, по-моему, СМИ или теми, кто себя называют СМИ в России. Естественно, пропагандистскими. Надо сказать, что внимания к Такеру Карлсону даже больше, чем к самому Владимиру Путину. И в этом интервью Такера Карлсона с Путиным не очень даже понятно, на ком российская пропаганда делает акцент. Потому что Путина они наслушались. Ну, что он еще может сказать? Про нацизм в Украине? Про гендерно-нейтральные туалеты? Про что еще? Ну, то есть все его анекдоты мы и так знаем. А вот Такер Карлсон, заморский гость, приехавший в Россию, для многих является какой-то диковинкой. И действительно, как дикари вокруг приехавшего европейца собираются российские журналисты около Такера Карлсона. Все это, безусловно, унизительно. Причем это отмечают даже некоторые ZVN-коры, говоря, что, господи, ребята, ну давайте мы будем иметь хоть какое-то чувство собственного достоинства. Но чувством собственного достоинства там и не пахнет. И сегодня мы с вами в этом видео поговорим, во-первых, почему то, что случилось с приездом Такера Карлсона, показывает реальную ситуацию с изоляцией Кремля гораздо ярче, чем об этом пытаются говорить на федеральных каналах. А также обсудим и сам факт приезда. Я не имею ничего против того, чтобы Такер Карлсон дал интервью у Владимира Путина, честно говоря. И не понимаю, почему все по этому поводу сильно переживают. Я считаю более того, что это может сыграть злую шутку и с самим Владимиром Путиным, и с Такером Карлсоном, и с Дональдом Трампом, близким другом которого, судя по всему, Такер Карлсон является, или по крайней мере так это воспринимается, той частью американцев, которые поддерживают Трампа, трампизм и все, что с этим связано. Так что присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас с вами будет очень интересный разговор. Поддержать его вы можете лайком, комментарием или подпиской на канал. Подписки помогают продвигать ролик эффективнее всего, поэтому нажмите на эту кнопку, это не займет у вас много времени и сил. Ну а также поддерживайте канал на Патреоне, подписка на Патреоне, это залог того, вот знаете, как Такера Карлсона подозревают, что ему заплатил Кремль, чтобы он прилетел. А меня в этом подозревать невозможно, потому что вы спонсируете канал, в том числе на Патреоне. Другой частью просто просмотрами, потому что с Ютуба идет монетизация. У меня все прозрачно, поэтому становитесь частью Патреон-сообщества, ну а мы с вами переходим к Такеру Карлсону и его приезду. Вообще для начала надо поговорить о самом Такере Карлсоне. Ну что здесь скажешь, это человек довольно такой типичной нынешней информационной карьеры, мы знаем нескольких таких, это человек, который паразитирует на людских страхах и желанию того, чтобы сопротивляться некому мейнстриму. Вообще не секрет, что в Америке довольно непростая политическая система, которая, мягко скажем, многих не устраивает. Даже сам тот факт, что на грядущих выборах Джозеф Байден будет соревноваться с Трампом, лично у меня, как у американца, вызывает недоумение. Потому что, ну Трамп понятно, это просто лживый кусок дерьма, но Байден, мягко скажем, тоже не в лучшей форме. И как будто бы хочется иметь более какой-то адекватный выбор. Мы же все-таки говорим о должности президента Соединенных Штатов. Это, как бы кому это нравилось или не нравилось, одна из самых могущественных должностей в современном мире. И почему за нее соревнуется клоун в виде Дональда Трампа, который не отвечает за свои слова, и Джозеф Байден, которому уже очень много лет. И явно есть, скажем так, сомнения в возможности его продолжать эффективно функционировать на посту президента. Это большой вопрос, ответ на который нет. Безусловно, есть запрос на то, чтобы устроить бунт истеблишменту. И, собственно, вообще появление Дональда Трампа в американской политике, это отчасти оно и было. Потому что все устали о том, что одни и те же семьи соревнуются за один и тот же пост, и кардинально ничего не меняется. Пришел Трамп и предложил кардинально сменить пластинку. Трамп не выступает за что-то, Трамп выступает против. Если хотите, своего рода оппозиция. И ровно за то, что он выступает против истеблишмента, Трампа и полюбили, и пытаются продвигать его дальше. У многих возникает вопрос, когда говорит Трамп или его сторонники, как это возможно, чтобы человек противоречил сам себе, постоянно врал, его разоблачали, но это никак не влияло на его восприятие. Очень просто. Людям не важно, что говорит Трамп. Людям важно сломать ту систему, которая им надоела. И они воспринимают его как таран. То же самое происходит и со спикерами типа Такера Карлсона или Алекса Джонса. Эти люди рассказывают, что вас обманывают. Собственно, правительство от вас что-то скрывает. Фарма договорилась, и вообще мир, который вам представляют, он сильно отличается от мира реального. Такер Карлсон один из этих людей. Ну вот из тех самых, которые во время пандемии рассказывали всякую конспирологию про коронавирус. Которые рассказывают и поддерживают российский миф о биологическом оружии, которое якобы Америка делала в Украине. О том, что Америка со всеми обо всем договорилась, чуть ли не о том, что есть теневое правительство. Да, безусловно, конспирология Такера Карлсона не выглядит настолько, хотел смотикнуться, но не буду, не выглядит настолько девиантной, скажем так, как конспирология Алекса Джонса. Но, тем не менее, она отаст 100 шагов форы любому более-менее адекватному даже журналисту с Fox News. Именно поэтому в свое время, возможно, с Fox News его и поперли. Вообще, в сегодняшней несводке я говорил про версию, которая, мне кажется, наиболее убедительной, поэтому именно про нее я говорил как факт. Но стоит оговориться, что существует несколько версий того, почему Такера Карлсона убрали с Fox News. Fox News это, в принципе, канал Мердока, который против всего, что связано с демократами. И вообще канал, который любит разгонять и конспирологию, и в целом канал довольно про-трамповский. И в этом смысле Такер Карлсон там выглядел очень уместно. И много лет там возглавлял все рейтинги. Его передачу смотрело от 3 до 5 миллионов человек. Ну, каждый выпуск. Это довольно много, согласитесь. И, собственно, что именно там произошло между ним и руководством, до сих пор доподлинно неизвестно. Но мне представляется наиболее убедительной версией денег. Потому что, собственно, в одном из эфиров Такер Карлсон и приглашенные республиканцы рассказывали, что машины для голосования, которые стояли на некоторых участках, как-то были то ли подкручены, то ли сломаны в пользу, собственно, Джозефа Байдена вместо Трампа. И, мол, именно поэтому была фальсификация. Собственно, производители этих машин, недолго думая, поскольку в Америке можно говорить все что угодно, но если это касается вашей репутации, вы имеете право подать иск о компенсации, собственно, финансового ущерба, который вы понесли в результате лжи. Они подали иск и были близки к тому, чтобы выиграть его. Иск был больше, чем на миллиард долларов, закончился мировым соглашением на 800 миллионов, и, возможно, частью его и было увольнение от Такера Карлсона. Черт его знает. Некоторые говорят про разногласия по поводу Украины как раз, потому что Такер Карлсон изначально был настроен против Украины и пророссийские. И, в общем, есть многие другие версии, что, якобы, не знаю, рептилоиды Фокс Мьюзом тоже руководят. По итогу Такер Карлсон остался без своего пригретого места, но ходил он так недолго. Он создал фактически свое медиа, Такер Карлсон Нетворк, свой сайт, и Илон Маск, то есть человек, который ему импонирует Трамп, ему импонируют всевозможные конспирологические теории, он как бы через платформу Твиттер, которую купил, он дал охваты, собственно, Такеру Карлсона. Какие эти охваты? Понять до конца нельзя, потому что в Твиттере есть счетчик просмотра, но он все время показывает довольно заоблачные цифры, и я не до конца понимаю, как их проверить. Но пусть это будет в моей копилке того, что я, не знаю, левак или еще что-нибудь, вот как меня любят называть те, кто считает, что я не люблю Трампа, потому что я левак, значит, или еще какой-нибудь жупел можете придумать, ну, в общем, что я допытываюсь до Твиттера, хотя там, возможно, все по-честному и по-настоящему, и действительно там по сотне миллионов просмотров имеют каждый выпуск Такера Карлсона. В итоге мы пришли вот в эту точку, в которой сейчас находимся, где есть Такер Карлсон, который работает типа сам на себя, и который прилетает в Россию для того, чтобы сделать интервью с Владимиром Путиным. Он дал большой анонс, точнее, анонс был не очень большой, но собрал довольно много просмотров, опять же, по метрикам Твиттера, но действительно в России, по крайней мере, обсуждают это довольно активно, потому что здесь Такер Карлсон стал вот таким белым господином, который приехал и стал иллюстрацией того, что типа Россия не находится в изоляции, хотя, на мой взгляд, это стала иллюстрацией именно обратного. Тем не менее, к этому сейчас вернемся, пока поговорим про интервью, которое в скором времени появится. Предугадывать, что будет в самом интервью, мне кажется, довольно странно, потому что, ну вот оно сейчас будет, что его обсуждать. Оно уже случилось, оно стопудово выйдет, поэтому какие тут могут быть обсуждения. Но Такер Карлсон, который приехал к Владимиру Путину, на мой взгляд, не может сделать ситуацию сильно хуже. Понимаете, многие опасаются, что Такер Карлсон сейчас дал трибуну Владимиру Путину, и теперь дезинформация, которую Владимир Путин пытается кормить россиян и кормит, она попадет и на западный рынок. Но проблема в том, что эта дезинформация там и так есть. Несмотря на то, что Такер Карлсон и подобные ему говорят, что Запад не дает слова России, не дает слова российским представителям, не дает слова Путину, это чистое вранье. Я постоянно вижу и по BBC, и по CNN всевозможных представителей России. Дмитрий Песков, Небензя, да даже Сергей Марков, чего уж там, и Евгений Скобеев, муж Ольги Скобеевой. Они постоянно мелькают на вот этих самых каналах, им там дают слово, и они повторяют всю вот эту путинскую пропаганду. Да, скажете вы, но это не такой масштаб, как у Такера Карлсона. Такера Карлсон-то смотрят все. Но Такер Карлсон всю вот эту ахинею Владимира Путину уже говорил. Он говорил ее в своих передачах, в тех самых премьерных передачах, когда он только запустился, в том числе на платформе Твиттера. Точнее, там идут как бы прямые эфиры, ретранслируемые как будто бы с его сайта. Но в любом случае он все это уже проговаривал. То есть те американские зрители, которым интересен Такер Карлсон, они уже со всем этим знакомы. Те, кто верят ему на слово, и те, кто считают его авторитетом. То есть ничего нового в это Владимир Путин не добавит. Я бы даже сказал наоборот. Владимир Путин может там сильно убавить. И вот здесь мы переходим к тому, какие стратегии мог занять Такер Карлсон в этом интервью. Ну, первое, он мог повести себя как профессиональный журналист. То есть задавать действительно неудобные вопросы, допытывать Владимира Путина по этим вопросам, не давать ему уходить от этих вопросов и пытаться получить ответы. Почему Россия реально напала на территорию Украины? Почему предлогом для этого нападения был какой-то сожженный сарай в Ростовской области? Про это сейчас уже никто не помнит. Но Такер Карлсон, как журналист, мог бы поднять, собственно, все это и посмотреть. Есть ли какие-то свидетельства действительно нацизма в Украине? Почему на российской стороне воюет ДШРГ Русич, а свастики являются частым украшением российских солдат? Что было в Буче и почему российские солдаты, которые были там, запечатлены на видео, как они расстреливают, собственно, людей? Почему есть остатки сожженных старост деревень? Почему есть свидетели, которые говорят о бесчинствах российских солдат? Почему есть огромное количество фото- и видеоматериалов, как российские солдаты занимаются мародерством? Почему российские ракеты летели по энергетической инфраструктуре Украины, что является военным преступлением и что подтверждал сам Владимир Путин? Это и многое другое Такер Карлсон мог бы спросить. Не просто спросить, а настаивать, показывать материалы, потому что, ну, Владимир Путин, естественно, про Бучу ответит, что это все фейк. Но есть огромное количество расследований и данных объективного контроля, которые показывают, что нет, это не фейк. И действительно, российские солдаты занимались там ужасными вещами. Причем не только там. Еще в Ирпене, в Херсоне и много где еще. Все это можно показать Владимиру Путину, запечатлеть его реакцию и, как минимум, продемонстрировать зрителям, что Владимир Путин, мягко скажем, не договаривает, а то и откровенно лжет. Будет ли так делать Такер Карлсон? Вряд ли. Мы видели его предыдущее интервью. Кстати, тоже отдельный нюанс, что предыдущее его интервью большими хитами не стали. Даже интервью с Орбаном. Довольно специфически интересно, потому что как будто бы, если бы он был мастером и настолько влиятельным, то это бы как-то тоже произвело впечатление, не знаю, американскую аудиторию. Но как будто бы не произвело. Впрочем, с Путиным эффект может быть гораздо шире, чем это было с Орбаном. И вот вариант второй. Такер Карлсон облизывает Владимира Путина два часа. Это, скорее всего, будет наиболее подробным описанием того, что мы увидим перед собой. Но и здесь есть проблема. Дело в том, что даже если Такеру Карлсон написали все вопросы, и даже если он был максимально благоприятно настроен к Владимиру Путину, то это совершенно не гарантирует, что ответы Владимира Путина будут казаться зрителям адекватными. Понимаете, в чем суть? Владимир Путин уже 23 года практически не говорит со СМИ. Ну, с настоящими СМИ. Он говорит с ручными песиками, сам отбирает вопросы. И даже в этом он умудряется факапиться. Например, вспомните, не так давно выходила интерсерия интервью с Владимиром Путиным от ТАСА. И там как бы вопросы как будто были согласованы, ну или как минимум все это было уже отсмотрено и давалось порционно в эфир. Тем не менее, произошла странная штука. Когда эти выпуски начали появляться в эфире, все начали замечать, что Путин говорит там совсем какие-то странные неправдоподобные речи. А интервьюер его там даже немножко подпрессует. В результате начали перемонтировать какие-то куски, и два последних вообще не вышли. Ровно потому, что Владимиру Путину давно никто не говорит, что он несет какую-то чушь. Владимиру Путину никто не говорит, что со стороны видится слабость в его позиции. Ему никто не посмеет перечить, никто не может подойти к Владимиру Путину после интервью и сказать, или во время интервью сказать, Владимир Владимирович, честно говоря, вот это ахинея и выглядит абсолютно отвратительно. Такого невозможно. Поэтому Владимиру Путину постоянно говорят, вы были супер, Владимир Владимирович, вы были потрясающие, вы всех порвали, всех уничтожили. И в этом смысле он несколько заперт в своем коконе. Поэтому даже в абсолютно комплиментарном интервью он может говорить вещи, которые зрителю, даже зрителю Такера Карлсона, пока что совершенно неадекватными. Произойдет ли это или нет, узнаем совсем скоро. Но даже если все пройдет как по маслу, и Такер Карлсон будет комплиментарный, и Владимир Путин будет убедительный, то это скорее отвратит аудиторию Такера Карлсона от Владимира Путина и от самого Такера Карлсона. Потому что Владимир Путин — это нелюбимчик трампистов. На это Россия уже напарывалась, когда Трамп впервые избрался президентом. Помните, как Госдума чокалась бокалами с шампанским, а Маргарита Симоньян рассказывала, что сегодня поедет по улицам Москвы с американским флагом? Помните, как радовались, что избрали Дональда Трампа? Однако в итоге радоваться пришлось недолго. Дональд Трамп, который занял пост президента Соединенных Штатов, довольно быстро переобулся и сказал, что он заставит Россию страдать так, как ни один президент до него. Почему это произошло — другой вопрос. То есть, скорее всего, на Дональда Трампа давили, потому что считали, что он аффилирован с Владимиром Путиным. И чтобы продемонстрировать, что это не так, Дональд Трамп и вводил больше санкций, и более того, именно при Дональде Трампе начались поставки в Украину, например, дживелинов. И в этом смысле вот эти ожидания российской страны Владимира Путина лично, что Такер Карлсон им друг, что трамписты им друзья, как и сам Дональд Трамп, могут довольно быстро обратиться в пыль. Но Такер Карлсон, который будет как бы, как на это не смотри, но комплиментарен к диктатору и потенциальному самому большому врагу, по крайней мере после Китая, он может потерять свой авторитет среди своих же зрителей. Более того, неопределившихся американцев, которые еще не знают, как они будут голосовать на грядущих выборах, а на самом деле американские выборы, как это не парадоксально, как правило, идут, когда кандидаты что-то говорят, они пытаются повлиять не на своих сторонников, и не на своих противников, потому что те с голосами уже определились. То есть многие заранее знают, что вот этот штат будет, например, за президента, которого номинируют республиканцы, а вот этот, за которого номинируют демократы. За них борьба не идет. Борьба идет за довольно маленькое количество людей, которые являются неопределившимися. И вот для неопределившихся, то, что любимый журналист Дональда Трампа стелется перед диктатором потенциально вражеской страны, которая постоянно рассказывает, как надо ядерными ракетами США уничтожить, может стать аргументом против Дональда Трампа и самого Такера Карлсона. Короче говоря, у меня нет ни одной идеи, как это интервью может сделать ситуацию хуже. Ну то есть те, кто поддерживает Такера Карлсона и Трампа, и те, кто лояльно относится к Владимиру Путину, не станут относиться к нему в лояльное после этого интервью. Те, кто в разряде неопределившихся, вряд ли будут увлечены комплементарным интервью, где Владимир Путин будет говорить, как Владимир Путин. Все постоянно забывают, что Владимир Путин не имеет ни опыта публичных дебатов, ни индивидуального разговора. Ему приписывают гипнотические свойства в разговоре один на один, причем приписывают в том числе и оппонента. Но в публичном разговоре нет. Мы видели его прямые линии, мы видели его интервью. Это всегда какой-то набор не связанных между собой штампов, а откровенного вранья, который не просто быстро там гуглится, но противоречит саму себе в рамках нескольких разных ответов. Поэтому, честно говоря, от этого интервью я не ожидаю никакого, не знаю, просто популярности Владимира Путина в Америке или снижения поддержки Украины. Ровно наоборот, мне представляется, что вам, ну, скажем так, с ненулевой вероятностью это интервью может иметь прямо обратный эффект, особенно если Такер Карлсон действительно хоть в каком-то моменте поступил как настоящий журналист и задал неудобные вопросы. Владимир Путин на них ответил, Владимиру Путину, как всегда, показалось, что он ответил гениально, но на итоговой записи окажется, что это совсем не гениально, а что это довольно жалко и убого, и вряд ли кого может убедить. В любом случае, интервью мы увидим совсем скоро, если там будет что-то интересное, то мы с вами, конечно, это интервью тоже обсудим, но я в этом не уверен. Но отдельно поражает, конечно, если мы вынесем интервью за скобки, надо, кстати, добавлю еще три копейки, извините, по этому поводу, что я не готов осуждать Такера Карлсона за это, я за многое готов его осуждать, за космологические теории, за ложь в его эфирах, которая есть, и которую я могу доказать, что это ложь, и много за что еще. Но не за то, что он поехал и решил поговорить с Владимиром Путиным. Да, Владимир Путин, на мой взгляд, военный преступник. Владимир Путин, на мой взгляд, людоед и убийца. Значит, на мой взгляд, на любой взгляд, Владимир Путин это агрессор, который начал преступную войну и который виновен в тысячах смертей, в десятках тысяч смертей, в сотнях тысяч смертей, как украинцев, так и россиян. Поэтому, конечно, Владимир Путин чудовище. Но в желании показать это чудовище, даже если, может быть, этот человек исходит из своих каких-то утилитаристских целей, набрать просмотров хочет, или даже если ему заплатили денег, я не вижу ничего плохого в самом факте этого интервью и не готова говорить, что Такера Карлсона надо распять. Мы можем предъявлять претензии за это интервью, когда оно появится. Если мы увидим, что Такер Карлсон занимался тем, что два часа анализовал разные части тела Владимира Путину, вот тогда можно будет сказать, что это, конечно, непрофессионально, что это абсолютно вообще никаким образом не называется интервью, и что это предательство не только американских интересов, но и предательство, собственно, аудитории самого Такера Карлсона. Потому что для медийного человека, для человека, называющего себя журналистом, нет ничего хуже, чем предать собственную аудиторию ради собственной выгоды. Но пока, пока интервью не вышло, пока мы его не посмотрели, я не готов заочно говорить, что Такер Карлсон какой-то не такой. Впрочем, и никто не готов. Редкие заголовки в российских медиа, что Такеру Карлсону хотят запретить въезд в Евросоюз, не имеют никакого отношения к действительности. Там кто-то это сказал из отдельных людей, чье слово не может являться определяющим в этом вопросе или вообще стать даже как-то частью инициации этого вопроса. Но теперь давайте от моих размышлений об этом интервью и о том, как эта ситуация вообще может в итоге повлиять на все происходящее, перейдем к фактам, которые уже случились и которые уже можно зафиксировать. А именно сам по себе приезд и реакция на него. Конечно, то, что мы видим, это чудовищно. Ну, то есть чудовищно унизительно для российской стороны. Это отмечают даже некоторые Z-вейнкоры, которые жалуются на то, что как бы можно было настолько нестелиться перед все-таки там, я не знаю, американцем в конце концов. Ну, не можете вы постоянно по телеку рассказывать, какие американцы сволочи, как их всех надо повесить и как их всех надо разбомбить, а потом просто целовать землю, по которой ходит Такер Карлсон. Вот, например, что пишет телеграм-канал, критик новостной ленты. Он улетел, но его пребывание в России оставило дурное послевкусие, причем создали его мы сами, точнее наши СМИ. Видимо, хотели как лучше, но такой журналистский ажиотаж вокруг Карлсона выглядел унизительно. Российские журналисты бегали за ним, как дикари, впервые увидевшие путешественника первооткрывателя. Это действительно соответствует правде. И мы видим, что на самом деле, несмотря на все эти слова про особый путь, несмотря на все эти слова про, не знаю, что традиционные ценности, то, что ничего нам не нужен нам бургер американский или еще что-нибудь, путь, на самом деле ничего не поменялось. На самом деле, одобрение с той стороны, со стороны Америки, все еще является главной, заветной и желанной целью. Причем у всех. У Маргариты Симанья, Анурия Новостей и у Дмитрия Пескова. Все рады тому, что Такер Карлсон приехал в Россию. Эгэгэ, говорят они, смотрите, в какой же мы изоляции у нас Такер Карлсон. И как раз это и показывает изоляцию. Приезд журналиста не может быть сенсацией для целого государства. Государство, которое радуется приезду конкретного журналиста, а уж тем более типа журналиста своего главного, геополитического, как они говорят, врага, это нонсенс. То есть, в чем ваш успех? Почему вы так рады просто приезду журналиста? Причем журналиста для России следующего уровня. Это уровень, не знаю, Николая Соболева, который вставляет, знаете, у него там есть смешное, даже, говорят, американские журналисты сомневаются в том, что все идет по плану. Там Такер Карлсон. Ну, то есть, типа, это такие люди, которых можно вставлять там по любому поводу, которые на самом деле просто оппозиционны к действующей власти и поэтому готовы вот хвататься за все, что угодно и превозносить это от боевых комаров, то, я не знаю, вреда вакцин. И люди на серьезных щах, которые говорят, вот, смотрите, это Америка, не просто мнение, а мнение американца. Они тем самым показывают, что на самом деле у них-то субъектности довольно мало. Они не уверены в себе и в своем государстве. Государство, которое поклоняется иноземцу, приехавшему просто в их страну, демонстрирует то, что это государство несостоятельно, что оно еще не появилось в пространстве субъектности. И как раз это яркая демонстрация. Вашу изоляцию демонстрирует не то, что никто не пожмет вам руки, а то, что на единственно протянутую руку вы наброситесь, как гиена, на необглоданный труп. И в этом смысле, конечно, ярко видно, что ничего в России глобально, внутри элитном, внутри пропагандистском не поменялось. Маргарита Симоньян вновь готова ездить с американскими флагами, несмотря на то, что еще недавно она говорила, что всю Америку надо уничтожить. И вот Такер Карлсон улетел, и еще через неделю этот же Симоньян, этот же Соловьев, и эти же остальные там НТВ и прочие будут вновь напоминать, что Америка ужасная страна, там ужасны их нравы и ужасные живут люди. Но если эти люди прилетают в Россию, то это главная радость, которая может быть у российского гражданина. Парадокс на самом деле парадоксальным не является. Это вообще поведение России на международной арене как хулигана, это от комплексов. А комплексы неполноценности являются часто желанием заслужить какое-то одобрение. Просто некоторые для одобрения готовы что-то делать или становиться самостоятельным и больше этого одобрения не желать. А некоторые идут по такому пути, пути, ну, керастрата, по пути, что ах так, тогда я сделаю такое, что вам придется обратить на меня внимание. Как бы патитсадовски это не звучало, но это буквально фарватер российской внешней политики на протяжении многих лет. Это политика Владимира Путина с 2007 года, со знаменитой его речи, где он рассказал, что больше никакого там однополярного мира и прочее, и прочее. Политика обиды, политика ненависти, которая рождается из-за комплексов непризнания собственной важности. И все бы было не так ужасно, если бы это не приводило к чудовищным войнам, которые устраивает Владимир Путин, к убийству людей, к массовому и масштабному убийству людей. И поэтому Владимир Путин, чья мотивация примерно на уровне детдомовца, которого оставили его родители, и он из-за этого хочет привлечь хоть чье-нибудь внимание. Несмотря на это, он является ужасающим военным преступником, который забрал огромное количество жизней людей. И приезд Такера Карлсона в очередной раз демонстрирует, что не появилось у России никакой идеи, что все еще ни за что умирают российские солдаты. Понимаете, умирать ради ужасной идеи звучит более осмысленно, чем умирать просто так. Но Владимир Путин и его армия, российская армия продолжают убивать и умирать ни за что. За приезд Такера Карлсона. Более того, сам Такер Карлсон в этой ситуации выглядит не просто победителем, а максимальным победителем. Он ни перед кем не стелется. Он посылает российских журналистов, которые пытаются взять у него интервью или какой-нибудь комментарий, пока он идет от отеля к машине. Он даже не как Евгений Пригожин, который хоть какие-то добрые слова говорит журналистам. Он надменно уезжает от них в сторону. Он ни перед кем не стелется. Он не говорит, что он, не знаю, любит Путина, а не надевает какую-нибудь шапку-ушанку. Он подчеркнуто, демонстративно показывает, что он здесь звезда, а целая страна стала его обслугой. Это тот суверенитет, о котором говорил Владимир Путин. Это та цель, которой шла Россия. С одной стороны, надеяться на Китай и продаваться Китаю, а с другой стороны, всей страной стелиться перед американским конспирологом. Это уровень России, который Владимир Путин считает достойным для нее. В общем, мне кажется, это очередная такая демонстрация, не знаю, аборигенности что ли и пропасти, в которой Россию тянет Владимир Путин. Потому что невозможно построить великую страну на комплексе, невозможно построить великую страну на крови, невозможно построить нормальную страну на ненависти и на убийствах. Но Владимир Путин раз за разом пытается это делать, унижая себя и всю страну. Ну и напоследок хочется сказать, что конечно, даже в анонсе Такер Карлсон умудрился соврать. Потому что, конечно, глобально он и Владимир Путин и Дональд Трамп находятся примерно на одном фланге. На фланге тех, кто готов обманывать ради своей цели, а на фланге тех, кто готов ради собственных интересов, собственно, плевать на тех, кто им доверился. Он сказал, что он единственный, кто попросил Владимира Путина интервью за последние два года. Но это неправда. Огромное количество западных медиа отправляло свои запросы. Просто он единственный, кто подошел. Конспиролог, которого выгнали даже с конспирологического канала. Вот тот, кого Путин считает приемлемым собеседником. Вот тот, через кого Путин считает, можно транслировать его позицию в мир. Но я думаю, что трансляция этой позиции сыграет с Владимиром Путином злую шутку. Потому что мы все знаем и видим Владимира Путина. И мы знаем его позиции. Это позиция человека озлобленного, оторванного от реальности, который хочет лишь власти и ее превращения. И представить себе, что хоть под каким-то углом эта позиция начнет выглядеть нормально, мне довольно сложно. Поэтому я по поводу этого интервью не особо переживаю и вам не советую. Ну а то, что в нем сказано, может быть, посмотрим-расмотрим с вами в ближайшие дни. А может, и забьем. Я уверен, что и так будет большое количество людей, которые с удовольствием на детальки препарируют интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. И отдельный удар, так сказать, по даже два такие просто на полях заметки. Это афиша, конечно, которую Такер Карлсон повесил, где, мягко скажем, Владимир Путин выглядит не в лучшем свете. Но не потому, что Такер Карлсон так захотел, наверное, а потому, что Владимиру Путину в принципе сложно нормально выглядеть в сравнении с любым человеком, который как бы имеет хоть какие-то признаки человечности. Ну и, конечно, то, что интервью... Вот прям Маргарита Симоньян ждала интервью минувшей ночью, которая вот была сейчас. У нее был даже пост типа «Я уже очень хочу спать», а на сайте все еще написано «Камин Сун», она уже удалила его из своего телеграмма, потому что интервью вот в этой ночи будет. Значит, и вот то, как они все не просто, ну, облизывают Такера Карлсона, а делают это демонстративно, даже не задумываясь, как это выглядит со стороны, конечно, показывает абсолютную бесхребетность и абсолютное отсутствие какого-либо стержня у тех, кто называет себя современной российской элитой. И вот демонстрация этого интервью ночью очередной, так сказать, удар русофобии по позиции Владимира Путина и его элиты. Ну а с вами был Майкл Найкет, такая вот небольшая колонка заметка на полях. Поддерживайте лайками, комментариями, подписками и поддерживайте на Патреоне. До скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok